Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Сан Йонг Актион 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра, дизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 87 тысяч километров. Заменю на нем пыльники передних приводов. Но есть такая неприятность. Пробовали ребята привода снимать, привода не снимаются. Ну и чтобы не мучиться и не испортить, решили снять через внутренние гранаты. Снять трешипник, снять пыльник. И через задний проход, скажем так, заменить пыльники. Для этого поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса. Оба пыльника бросают смазку, при том они не порваны. В них дырочки. И вот через эти дырочки выбрасывают смазку. Как с одной стороны, так и с другой стороны. С левой больше, с правой меньше. И с левой стороны, говорит, пытались ребята снять шрус. Не получилось. Поэтому я буду его снимать через внутреннюю гранату. Откручиваю гайку привода. Поставлю два болта. Чтобы у нас не срезало. Ставлю отвертку, вентиляцию. И головкой на 30 откручиваю гайку. Теперь откручиваю шаровую опору. Снимаю шпринт. Снимаю шпринт. Головка на 24 Все, шаровая отошла Откручу датчик АБС А датчик то и не шевелится Датчик то и не шевелится Ладно, подожду маленько Пока пускай покиснет ВД все равно проникнет Откручу Я наверно цапу Уберу в сторону Откручу сверху От стойки два болта Откручиваю болт крепления тормозного шланга Откручиваю сам суппорт Сзади два болта На 19 Вдх Откручиваю Вдх 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 Уберremos Вдх Все Убернем Вдх Вдх Попарка Снимаю суппорт и подвешиваю его. Откручиваю два болта крепления стойки к ЦАПФе. Датчик можно не снимать, рулевую тягу я не откручиваю. ЦАПФу отведу в сторону. Но датчик я все равно расшевелю, почищу и смажу. Чтобы когда придется, тот кто будет ремонтировать, не мучился. Болт головка на 17, а гайка на 19. Датчик. 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 Все, теперь надо подумать, что подставить, на что облокотить цапфу. Я гидростойку подкатил, снимаю стойку с цапфы и выдергиваю привод. Положил так, чтобы провод был не натянут. Теперь снимаю хомут на внутреннем пыльнике, подложу картон, привод подсуну картон, потому что смазка трипоидная может потечь. А вот теперь снимаю пыльник. Там еще стопор стоит, беру отвертку. Как на восьмерке, внутри стопор. Добавляем пыльник. Добавляем пыльник. Добавляем пыльник. Добавляем пыльник. Добавляем пыльник. Теперь можно поднимать трешипник. Вытаскиваем стопор, который у нас внутри трешипник в гранате фиксирует. Снимаем хомут. И теперь можно снимать пыльник. Добавляем пыльник. Все. Остается нам теперь развернуть. Снимаем хомут верхний, нижний. Добавляем пыльник. 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 смазки еще в достатке хоть ее и бросала снимаем пыльник вымываем смазку беру добавляю смазки беру новый пыльник фирмы Амива но он для сан-йонга сан-йонг актеон капроновый пыльник каранда 0440 023 вот такой вот пыльник туба 200 граммовая я целиком выдавливаю на шрус и вовнутрь в пыльник теперь одеваю его на вал одеваю на посадочная села на посадочная выпускаю воздух все воздух выпустил и затягиваю ленточным хомутом так заправляю в машинку вот так вот так вот так вот так Продолжение следует... 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 Все, стопор я защелкнул, одеваем пыльник на гранату. Ну, теперь подлазим каким-то образом и затягиваем хомут. Конечно, неудобно, но что сделать, затянуть его надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, натянуть я хомут натянул, а вот чтобы эту машинку повернуть, я поворачиваю привод, а теперь обрезаю. Все. Зажимаем усики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, хомут у нас установлен. Можно собирать. Конечно, когда граната снята, внутреннее на месте все собирать удобнее, но если бы я выдернул гранату, побежало бы масло. А этого не захотелось сделать и не захотелось его сливать, поэтому выдергивай гранату из коробки я не стал. Все остается нам смазывать шлицевую на приводе. Резьбу на шаровой опоре смажу. Здесь резьбу смажу под крепление тормозного шланга. Беру цапфу и одеваю на привод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смазываю болт. Наживляю шаровую опору, одеваем суппорт. Добавляю шаровую опору. Добавляю шаровую опору. Датчик АБС я вытащил. Он пластиковый, но просто забит грязью. Грязь вычищаем. В принципе, как таковой он не должен был там закиснуть. Вычищаем грязь в гнезде. Все равно я его маленько смажу. И устанавливаю его в гнездо. А вот встал уже легко. Проводку креплю. Наживляю гайку привода. Ну и все. Остается у нас только затянуть все. Теперь переставляем отвертку снизу. Так же закручиваем два болта. Иначе, когда будем крутить, вот эти направляющие может срезать. И подтягиваем. Все. Спринтую. Ставим снизу шплинт на шаровую. Стойку я затянул. Суппорт затянул. Шаровую затянул. Можно только зашплинтовать. Датчик поставил. И все. Можно устанавливать колесо. И аналогичным образом буду менять со второй стороны. Когда заменю, покажу. На второй стороне я тоже заменил. Никакого подвоха с этой стороны, кроме как датчика АБС, не было. Так же вытащил его. Тоже смазал, поставил. Пыльник установил. И хомут здесь тоже затянул точно так же, как и с левой стороны. И для удобства я снял вот этот пластиковый пыльник. Здесь пластиковый пыльник стоит. Открутил. Убрал. Удобнее добираться. Все видно. Ставлю колеса. На этом все. Замену пыльников приводов я закончил. Всего вам доброго. Убрал. 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 Убрал.